Привет, мои хорошие! Сегодня у нас четверг, я уже пришла с курсов. Сегодня я тоже водила немножко, ехала на курсы сама. Ну, с мужем, то есть за рулём, да? А там он уже взял машину, поехал дальше по своим делам. И я вернулась с курса. У нас сегодня был такой день перед экзаменом. Как вы знаете, завтра я сдаю экзамен B1. Вот. И сегодня мы и так готовились, сделали опять херен. Ну, в общем, мы слушали, да, читали. И, походу, я одна задаю вопросы нашему учителю. В общем, я там повыясняла, как что будет происходить. И меня очень интересовало, каким образом оценивается вообще B1. Так вот, она нам сказала, что мы должны сдать разговорный тест обязательно на B1. В чтении, письме и в слушании, я не знаю, как это правильно сказать на русском. В общем, в тесте на слух мы можем набрать всего в одном где-то B1, допустим, в лезене или в херене или в шайбене, да? Там письмо лучше написать. Где-то один должен быть B1, и тогда мы получаем B1 сертификат. Но если мы сдали чтение, там, письмо и слух на B1, а по разговору получили А2, то мы автоматически получаем сертификат А2. Поэтому главное в этом всем сдать разговорную часть. И вот после этого у меня возник вопрос. Какого лешего мы все это время делали? Зачем мы писали эти 100-500 писем? Все мы прекрасно уже знаем, как писать это письмо, делаем этот херен, читаем эти тексты постоянно. Мы это делали гораздо чаще, чем мы разговаривали. И вот то, что я мужу уже говорила какое-то время, говорю, повторяю, что, ты знаешь, вот я, говорю, чувствую себя там сильной в этом всем, а вот в разговоре я себя не чувствую. Вот, да, да, да. В итоге вот так все и получилось, что завтра мне надо сдать B1 устно, да, а все остальное как бы письменно. Даже я все, если все это на B1 сдам, мне эта роль особо не сыграет. Вот, ну, я пришла домой, только что села, там еще видео посмотрела в интернете, там выписала себе еще пару фраз, в общем, что-то я там в голове кручу, кручу, кручу. А как она сказала, мы должны набрать 57%. Что бы это означало, я не знаю. Ну, в общем, из каких-то 100% разговорного, да, мы должны набрать 57%. Ну, видимо, из 100 баллов 57 должны набрать, и тогда мы задаем на B1. Надеюсь, что у меня это получится. Ну, вы знаете, это такой, это аттракцион. То есть, если тебе попадется тема, которую ты знаешь, да, слова, которые ты знаешь, описать-то картинку не проблема, если ты знаешь слова, как называются предметы, которые на картинке, да, находятся. Или построить диалог тоже не проблема, если ты знаешь вообще, о чем речь идет. Вот она нам, да, ведь еще текст дала. Я бы в жизни не подумала, что такое может быть на экзамене. Ну, что мы идем к другу, допустим, на день рождения, и он хочет в подарок котенка. И мы должны купить где-то котенка. Для меня это, знаете, такое было, ого, а как называется магазин, зоомагазин вообще по-немецки. Или, допустим, у меня было там описание картинки, и мне попался снимок Арбайцамта, то есть снимок центра занятости, там человек с папками в руках сидит. Я должна была тоже эту картинку описать, а у меня вообще как бы с Антами большая проблема. Я не знаю, что вообще туда было рассказывать, но что-то там рассказывала, сидела. В общем, это такое. Если повезет, сдашь, да, если тебе повезет, тема для диалога хорошая такая, что в этом сможете сориентироваться. Если картинка будет нормальная, и вы сможете там по ней чего-то рассказать, потому что не только описать, да, еще мнение свое сообщить по этому поводу, еще и заключение какое-то сделать, там тему обрисовать, что это за тема картинки. Да, в общем, я уже посидела, посмотрела, у меня уже голова кипит. Пришла, короче, за свой рабочий стол. У меня заказ есть, сейчас я вам его покажу, вы просто будете удивлены. Получила я заказ. Смотрю, в заказе стоит зеленый цвет у букета. Да, я написала, короче, этому человеку, он мне почти неделю не отвечал. Наконец-то сегодня приходит письмо, что да, цвет заказа зеленый. Я думала, он реально просто ошибся, знаете, как, ну, крутишь эту, блин, рулеточку, там выбираешь цвет. Там рядом был оранжевый цвет, я думаю, ну, может, он оранжевый хотел, а тыкнул, знаете, как в зеленый. Думаю, зеленая на зеленом, ну, в общем, странно. И вот у меня сегодня было задание такое, подобрать ткани зеленые, чтобы получился букет зеленый. Ну, как вы думаете, справилась я с этим? Ну, не знаю. В общем, мне кажется, что справилась. Дело в том, что дальше в заказе еще чудеса. Он заказал монохромные, то есть одного цвета вот стебельки и разноцветные листья. Ну, в общем, я не знаю, что это будет. Вот, если честно, для меня самой будет интересно посмотреть, что получилось, потому как я не представляю себе разноцветные головки с монохромными, с однотонными стебельками и с разноцветными листьями. У меня вот тут есть, конечно, много зеленой ткани разноцветной, но обычно она у меня идет в сочетании, ну, с однотонными тюльпанами. А здесь, в общем, я не знаю, что получится, если честно. Мне кажется, мне надо зайти купить другую однотонную ткань, потому как я не знаю, как лепить вот эти вот разноцветные листья к вот этим ножкам и к вот этим головкам. Мне кажется, мне нужен немножко другой цвет. Мне надо взять с собой вот эти вот разноцветные ткани и подобрать под них какой-то цвет однотонной ножки. Тогда, возможно, что-то получится. Выбралась я таки в магазин за тканюшкой, купила себе тканюшку на обратном пути, зашла в магазин Акцион. Ну, в общем. И, кстати, скупилась я недорого, всего на 20 евро, но всего интересненького. Сейчас приду вам, все покажу. Вот, обещала вам показать, что купила. Первое, что вот покажу вам, это такая волосатая подушка. Вот, видите, она такая. Она еще и переливается на свету. Ну, мое рабочее место с очень удобной подушкой теперь. Вот на стебле я взяла вот такую ткань. Мне очень повезло, мне нужен был всего метр. Метр стоит 7 евро. Здесь оказался метр 17, и мне эти 17 сантиметров просто подарили. Я думаю, что на стебле она пойдет лучше, чем вот эта ткань, и она лучше гармонирует с вот этой вот всей пестротой. Ну, естественно, темные оттенки я брать не буду, да, только светлые. Как-то оно добавит яркости вот в этот набор цветов. В общем, у меня тут всякой ерунды набралось, чтобы вам показать. Это скатерть новогодняя, ну, тоненькая, это такая клеенчатая. Это мне пришло с Алиэкспресс. Я заказала на Алиэкспресс. Естественно, много и в Германии всякого такого новогоднего, но именно такой яркой, красивой такой новогодней скатерти я здесь не видела. Ну, и еще и одноразовой, да, что тоже хорошо. Купила Аниному Бэби-ку подгузники. Наши подгузники мы все использовали, они, естественно, большие, а это именно на куклях у таких подгузники. Вот, Аня последнее время прониклась все же к куклам. Вот, тоже на Алиэкспресс заказала себе вот такой уголок в пришитье. Вот эти вот прямые углы, они очень важны, особенно в петчворке, поэтому... Ну, и на Алиэкспресс оно стоит все очень бюджетно. Дальше купила вот такой снег. То есть, если я что-то вдруг решу такие продекорировать, у меня есть такой снежок. Тем более, вы видите, сколько? Это просто долгоиграющий снег будет. Вот, купила вот такой таблет. Ку-ку! Вот так я и снимаю, да? Такой подносик, подсвечечку. Чего-то у меня в последнее время... Раньше я такого не любила, не любила. Стас у меня ничего не удивился. Говорит, ты же раньше не любила все эти ароматизированные свечи. Но, как говорится, люди меняются. И вот мне понравился такой подставочек. Такая подставочка. Она очень красиво смотрится. В таком винтажном стиле. И плюс, такие мелкие детальки, они мне очень подходят для фотографий. Когда я делаю фотографии своих... Своих, в общем, работ. Да, на фотографиях вот такие вот штуки тоже хорошо смотрятся. Угадайте, что это. Вы в жизни не угадаете, что это, если только вы не в Германии живете. Это вот такие вот штуки. Вот. Здесь на Новый год, ну, на Рождество, скорее всего, продают много. Раухенмен они называются. Когда будет Новый год, я вам покажу, достану декорацию. Вот. Это такой... Вы знаете, как ароматические палочки. Вот это вот тоже такая штука. Она вставляется в трубку этому Раухенмену. Поджигается и, в общем, ароматизирует квартиру. Вот. Как-то так. Бывают домики с такими штуками. Ну, домик я зажала, 5 евро за него платить. А за 1 евро купила вот в Netta целый набор вот таких вот штучек с запахом корицы. Вот. Купила вот такую красоту. Видите? Это елочная игрушка. Я каждый год покупаю несколько елочных игрушек. Немного, по чуть-чуть, потому что некоторые бьются. Ну, и хочется чего-то новенького. И вот такой тоже шарик. Конечно, на камере красоты все не видать. Но вот он разноцветными просто такими звездочками внутри. Я думаю, под огоньками на елке он будет смотреться шикарненько. Вот. Так. Красота. Красота. Так. Это мой кошелек. Ага. Вот. Купила такую гирляндочку. Видите? Она как сделана по типу стеклянной колбы, заткнутой пробковой крышечкой. Вообще очень-очень миленько. Надо батарейки вставить и посмотреть, как оно будет выглядеть. Ой, как мне нравится вот эта вот подготовка к Рождеству. Наверное, Новый год для меня самый-самый любимый праздник. Наконец-то появились в акционе опять вот эти салфетки. Вот у меня пришлось свою салфетницу спрятать, потому как давно не было там вот этих вот салфеточек. Я сразу взяла себе в запас две штучки. И последнее. Нет, не последнее. Купила вот такие два перышка. Вот. Во-первых, они очень красиво продекорируют стену, допустим. Или шкафчик. А во-вторых, они очень хорошо подходят к фотографии опять же. И так как они были недорогие, думаю, ладно, возьмем. И последнее, да. Теперь уже нет, опять не последнее. Ой, Господи, что ж я так много накупила. Так, вот такая фоторамочка. Такая она маленькая, красивая. Я сюда хочу вставить какую-нибудь рисунок. Ну, буду вставлять разные рисуночки. В общем, тоже для фотоработы моей. Когда тоже что-то фотографирую. Здесь можно менять цветы фотографируешь. Можно там цветы сюда нарисованные, распечатанные вставить. Они на фотографиях будут хорошо смотреться. А если там игрушки, то можно фото тоже игрушки какой-то вставить. И вот в таком стиле боха, допустим, вот тоже вот эти вот перья, да. Вот эти вот игрушки, вот эти вот фонари, рамка, фонарики. Тот же вот подносик. В общем, все это можно гармонировать. И последнее мое увлечение. Ну, одно из последних. Я давеча много смотрела работ. Хочу попробовать рисовать акварелью. Вы не поверите. Ну, чего-то меня так потянуло какие-нибудь скетчи нарисовать. Вот купила бумагу акварельную. Это называется, вы знаете, оно как-то притягивается. Я не знаю, каким образом не было вот в акционе ни акварельной бумаги. Меня как-то Саша просила, говорит, купи мне акварельную бумагу, если есть. В Украине она очень дорого стоит. Я заходила, но нет акварельной бумаги никакой. А это захожу, смотрю, есть. Так что, Саша, если у тебя еще есть интерес к акварели, ты мне маякни, я пойду тогда еще одну куплю. У нас, в принципе, оно недорого стоит. Потом я купила себе вот такие акварельные краски. Сейчас откроем, посмотрим, чего там. И здесь вот было видно, какие они. Видите, такие интересные, приглушенного цвета. Все не очень яркие. Вот. И можно будет спокойно подбирать краски в одной стилистике. Видите, они какие-то даже немножко с перламутром, как мне кажется. Красивые, в общем. Когда я сдам Б1, и у меня появится свободное время, я обязательно займусь акварелью. Очень мне хочется порисовать. Эти краски, как видите, абсолютно другой структуры. Если эти такие кремовые, то эти сухие. Тоже интересненько. Но здесь вот яркие такие цвета. И интересно, что получится тоже. Это для какого-нибудь цветочного, какого-нибудь рисунка. В общем, будет интересненько. Мне так хочется вообще заняться этим всем. А вообще, у меня еще моя московская подружка заинтересовала так декупажем. Да-да-да, Наташа, это я про тебя. Вот. И пообещала мне сделать пару мастер-классов. Рассказать, как она делает красоту. И да, я тоже хочу этим очень-очень попробовать заняться. А так как я дала себе обещание, что я... У меня, кстати, 30 ноября последний экзамен по политик-курсу. И потом весь декабрь я буду заниматься своими любимыми делами. Я буду отдыхать. Я это заслужила. Фух. 11 месяцев учебы и 1 месяц хотя бы нужно отдохнуть и провести классно Новый год. Ну, по крайней мере, так я планирую. Вот так у меня здесь примастился подсвечничек. Я зажгла ароматическую свечку. Скоро буду убирать уже этот декор. Ну, как скоро? В конце ноября. И украшать все в зимнее время.